МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сходим в городок и Толмачево. Дмитрий Медведев обсуждает развитие инноваций и авиаперевозок в Новосибирске. Жители Шилова боятся за свою жизнь и жизнь своих детей. Неразрывавшиеся снаряды с полигона находят прямо в поселке. Аренда жилья начинает дорожать. Студенты повысили спрос на однокомнатные квартиры и комнаты. В эти минуты заканчивается рабочее совещание по развитию авиационных перевозок под председательством премьера Дмитрия Медведева. В аэропорт Толмачево он прибыл после посещения технопарка, где встретился с его резидентами и посоветовал им больше работать и меньше жаловаться на жизнь. Медведева впечатлила бизнес-модель инновационного центра. А вот нормы закона, регулирующего деятельность компании при вузах, глава правительства поручил проанализировать. По словам резидентов технопарка, документ не позволяет полноценно распоряжаться доходами от интеллектуальной собственности. Репортаж Вячеслава Корчакова. Совместить науку и бизнес – задача, которую две сотни резидентов технопарка реализуют уже сегодня. Следующий шаг – это создать на базе ведущих вузов малые наукоемкие предприятия. И здесь снова необходима поддержка государства. Свои предложения по этому поводу бизнесмены, академики и молодые ученые смогли сегодня озвучить на встрече с премьером. Опыт создания малых инновационных предприятий при вузах в Новосибирске уже есть. Как и опыт организации специальных целевых фондов для финансирования перспективных проектов. Это так называемые эндаументы. Главная сложность – привлечь в них средства. Сейчас такая сложилась практика, что эти эндаументы формируются либо отдельно вузами, и тогда существует определенное недоверие со стороны бизнеса, либо отдельно бизнесом, и тогда недоверие со стороны вуза. Помочь способна господдержка. Каждому вузу, по оценкам экспертов, нужно как минимум 500 миллионов рублей. Кроме того, участники встречи предложили создать в университетах специальные кафедры для подготовки новаторов. В этом премьер-министр обещал помочь. Тем более, что дефицит кадров в наукоемких отраслях до сих пор серьезная проблема. О ней говорят и нынешние резиденты технопарка. Они представили «Медведеву» свои разработки. Новосибирские производители 3D-тренажеров для космических кораблей, самолетов и поездов говорят – заказы есть, но без льгот со стороны государства трудно конкурировать с зарубежными компаниями. Программист – это очень дорогой станок. И если с этого еще дальше забирать деньги, то мы просто перестаем быть конкурентоспособными на планете. Поэтому поддержка по ЕСН и по страховым безборам безусловно нужна. Комментируя предложения собравшихся, Дмитрий Медведев подчеркнул – воплощение в жизнь многих идей возможно и без финансовой поддержки со стороны государства. Последнее должно только создать необходимые условия для нормальной работы новаторов. Один из способов – организация бизнес-инкубаторов и технологических парков. На встрече с губернатором председатель правительства дал положительную оценку новосибирскому опыту поддержки проектов на стыке бизнеса и науки. В хорошем месте находимся. И, честно говоря, после того, как я сейчас прогулялся, оно мне нравится гораздо больше, чем в тот момент, когда я в него зашел. Очередной технопарки я их немало видел. И, казалось бы, их уже в стране достаточное количество. Но далеко не все из них успешно. Что мне, конечно, больше всего понравилось – это набор идей в том, как организовать бизнес. То, что мы сейчас посмотрели, реально впечатляет, реально интересно и очень сильно отличается от того, что у нас есть. Как отметил Василий Юрченко, только в прошлом году резиденты технопарка выпустили продукции на 10 миллиардов рублей. В то же время область за последние три года вложила в развитие столь масштабного проекта почти 4 миллиарда рублей. Такая нагрузка слишком велика для регионального бюджета. Вячеслав Горчаков, Олег Макаров, Новосибирские новости. На жизни горожан визит Дмитрия Медведева практически не отразился. Во всяком случае, так считают сами новосибирцы. Главный сюрприз ждал автомобилистов утром на Большевистской. Обычно загруженная магистраль была свободна. Обстановку оценил и Станислав Якушевич. Ни масштабного перекрытия улиц, ни сколько-нибудь заметных изменений в работе железнодорожного или наземного транспорта. Отправляясь сегодня по будничным делам или наоборот, возвращаясь в город из дальних поездок, новосибирцы каких-либо сложностей, связанных с визитом премьер-министра в Новосибирск, не ощутили. Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск поездом. На работе вокзала и расписании движения пассажирских составов это почти не сказалось. Железная дорога работала в штатном режиме. И даже усиление мер безопасности пассажиры, кажется, не заметили. Пока изменений никаких нет. Вроде все по графику. Нет, я с поезда даже-даже. Прошла понизжу и не заметила ничего. Все нормально? Да, нормально, мне кажется. Не-не, все, обслуга, все хорошо. Автоинспекторы, дежурившие на каждом перекрестке, сработали лучше светофоров. Поэтому, к удивлению водителей, обычные для рабочего дня пробки на магистралях сократились как минимум вдвое. К примеру, машины на Берском шоссе вместо того, чтобы образовывать привычный многокилометровый затор, двигались. Много милиционеров, очень много работников ГАИ. Ну, собственно говоря, большевистка спокойная, видимо, наверное, умеет, когда хотят работать, немножко пробку разогнать. И в Академгородке много работников ГИБДД, а пробки как таковой нету. Я как раз попал под кортеж, ну, буквально 2-3 минуты подождали, люди проехали и все. Вспоминая предыдущие в Академгородок руководителей страны, местные жители говорят о том, что на этот раз неудобства были сведены к минимуму. По сравнению с теми временами, что раньше были, сейчас гораздо проще все опориться. Наверное, уровень подготовки совершенно другой стал. Я на машине приехал, относительно никаких проблем. Проехал, действительно, никто не остановил. А на проспекте Академика Лаврентьева, по которой промчался правительственный кортеж, то ли по совпадению, то ли нет, обновили асфальт и даже нанесли разметку. Это обнаружили даже те, кто далек от политики и проблем инноваторов. Станислав Якушевич, Максим Федосеев, Новосибирские новости. Жители ближайших деревень к Шиловскому полигону продолжают охотиться за боеприпасами. Несмотря на то, что в новое и старое Шилово совсем недавно провели зачистку полицейские, охотников достаточно. Тем более, что осколки снарядов валяются у сельчан прямо под ногами. При желании можно найти даже боевые патроны. В этом убедилась Елена Отмахова. Жители деревни Старо-Шилово уже давно собирают металлолом в окрестностях полигона и на нём. Недавно оперативники задержали целую банду, торговавшую неразорвавшимися боеприпасами. «Разлёт идёт. И разлёт неконтролируемый, и неохраняемый. Конечно, у нас население такое, будем так говорить, толерантное ко всем этим, но пока на цвет мет это собирало». Опасным делом занимаются в основном молодые. Чаще всего прямо на околице. После того, как деревню начали патрулировать полицейские с собаками, сборщики металла отправляются на полигон по ночам. Где найти снаряды, знают даже дети. «Мы когда ягоду собирали, там что-то валялось». Подростки знают не только что и где искать, но и все потайные тропы на полигоне. Найти боеприпасы можно на расстоянии нескольких километров от самого Шиловского полигона. Здесь и обломки снарядов, и патроны, предусмотрительно разобранные местными жителями. Да и сам полигон находится буквально в двухстах метрах отсюда. Попасть туда можно пешком, преодолев глубокую траншею. «Вообще, по идее, если покататься здесь, много можно чего найти. Можно найти порох, снаряды, обломки снарядов, патроны. Разрывные всякую фигню найти можно у нас. «Прям валяется вот так вот?» «Ну вот если вот так вот поближе, еще даже за территорией полигона тоже валяется, разлетается много скоков». Родители стараются не отпускать своих детей из поля зрения, ведь боевые гранаты дети уже находили. Елена Отмахова, Артем Тумарь, Новосибирские новости. Новосибирские школы снова переживают наплыв будущих первоклашек. В городе началась вторая волна зачисления. Если до августа детей принимали строго по прописке, то сейчас берут всех без исключения. Главная загвоздка – остались ли в школах свободные места. Репортаж нашего корреспондента Ольги Маховской. Зачисление в первый класс проходит теперь в два этапа. Первый закончился в конце июля, с августа стартовал второй. Согласно новому приказу Министерства образования, теперь родители, которые не захотели отдавать своего ребенка в школу по месту прописки, могут попытать удачи и отдать в любую желаемую школу, вне зависимости от регистрации. Но при условии, если там остались свободные места. Новосибирский лицей информационных технологий. Уже 1 марта с раннего утра родители занимали живую очередь, чтобы записать ребенка в первый класс именно сюда. В этом году с микроучастка пришло неожиданно много детей. Примерно в три раза больше, чем раньше. А желающих поступить сюда хватит еще на два-три дополнительных класса. Сейчас, на данный момент, вы уже не принимаете всех желающих? Нет. Зачем? Мы скопликтованы, потому что, допустим, приходят люди, кто-то переехал, кто-то хотел бы, чтобы здесь, так сказать, вот так, вот буквально на днях женщина была, тоже переехали, они откуда-то, чтобы ребенок учался здесь. Я говорю, понимаете, это не наш микроучасток, вот 109-я школа, это ваш микроучасток. Нет, я хочу, чтобы он здесь учился, так сказать. Я говорю, нет, не имею права. Семье Ковалевых повезло. Школу выбрали не по прописке, а по желанию. Маленькая Карина рассматривает тетради, ручки, учебники. В этом году девочка идет в первый класс 75-й школы. Там учится и ее старший брат, хотя по прописке им полагается пойти в соседнюю. Все потому, что в школе недобор – 10 человек. Пришли, поговорили с директором, пошли записались. У нас проблем не было. Не знаю, многие говорят, что проблем большие на сообщении. Директор 65-й школы Татьяна Сазыкина показывает тетрадь, в которую записывали всех желающих пойти в первый класс с марта по июль. 89, но видите, там нумерация, она меньше учеников, потому что кое-кто выбыл уже, а было больше. По состоянию на сегодня здесь учиться будет на 4 первоклассника больше, чем положено. Этих детей перевели в последний момент, но с закрепленной за школой территории. Поэтому им пошли навстречу. Но при этом отказываться от дополнительного набора до сентября здесь не собираются. Еще впереди, по сути, более чем 20 дней до начала учебного года. Если возникнут какие-то движения или подвижки, как это говорят, что кто-то из родителей захочет перейти в другое учебное заведение, и появятся места свободные, то, естественно, мы готовы принять детей в первый класс. Но такая ситуация – редкость. В большинстве городских школ классы уже комплектованы. И сменить учебное заведение до 1 сентября получится далеко не у всех, кто бы это хотел сделать. Ольга Маховская, Олег Королевец, Новосибирские новости. Новосибирске. Начинает расти спрос на аренду жилья. Для августа это явление традиционное, говорят риэлторы. Студенты бросаются на поиски квартиры, комнат в коммуналках. Цены варьируются от 7 тысяч рублей и до нескольких десятков тысяч. Все зависит от места расположения, удаленности метро и наличия коммунальных и бытовых благ. Подробности в нашем сюжете. Рынок аренды пришел в движение. Хозяевы жилья традиционно перед началом учебного года поднимают цены. Мест в общежитиях для всех иногородних студентов не хватает. И вчерашние абитуриенты начинают подыскивать себе квартиры. Чтобы заплатить за комнату в коммуналке, Диана вынуждена работать весь день. Из-за этого пришлось перевестись на заочное отделение. За жилье отдает почти половину зарплаты. Студенческое общежитие, во-первых, не в каждом вузе предлагают, потому что, например, студентам иногородним, например, из Казахстана, либо еще каким-то, им дают общежитие. А студентам, которые с районных центров, например, как я, я заканчивала школу в Колыване, то есть им не предлагают общежитие. И это очень сложно, потому что Колывань находится всего 40 километров отсюда и предлагают просто ездить на учебу. Снять квартиру без посредника сегодня практически невозможно. При этом так называемые черные риэлторы, работающие неофициально, вполне успешно конкурируют с агентствами недвижимости. Но вероятность мошенничества высока. Деньги мы получаем за то, что находим соответствующий вариант, заключаем договор и все. Крупные агентства обещают, что их специалисты проверят все документы и составят юридически грамотный договор. Однако и в этом случае при возникновении проблем арендатору придется отстаивать свои права в суде самостоятельно. Рынок аренды развивается динамично, поскольку у нас город, так скажем, студенческий. И вот создаются молодые семьи, приезжают сюда активно для учебы молодые люди. Вот поэтому аренда всегда востребована. В основном однокомнатные квартиры. Ну и относительно их там уже дальше идет двухкомнатная. Дешевле 12 тысяч рублей в месяц однокомнатную квартиру по линии метро сегодня уже найти практически невозможно. Однако эксперты говорят, что ставки будут еще расти и максимума цены достигнут к концу месяца. При этом владельцы жилья в августе особенно привередливы к временным жильцам. Спрос превышает предложения. В первую очередь рады семейным парам без детей. А вот сдать квартиру студентам готовы не все. Артем Шершнев, Анна Перепилюк и Олег Королевец. Новосибирские новости. Жилищный вопрос помогают решить сейчас одиноким новосибирским мамам. В городе открылась четвертая социальная гостиница. Квартира, где сегодня живут три женщины с детьми. Своеобразное общежитие удалось открыть благодаря финансовой поддержке властей города. Материал Марии Черешневой. Татьяна одна воспитывает двоих маленьких детей. Муж в колонии, своей квартиры нет, а зарплаты технички едва хватает на еду. Но Татьяна не унывает. Тяжело, но все равно не опускаем руки. И в дальнейшем планируем найти подругу, с которой можно будет снимать отдельное жилье. И думаю, что надолго мы здесь не задержимся и дадим место жить другим. Поверить в свои силы помогла социальная гостиница. Она открылась чуть меньше месяца назад и стала уже четвертой в городе. Это своего рода коммунальная квартира для матерей, столкнувшихся с большими проблемами. На базе вот этой социальной гостиницы мы предоставляем место, где могут проживать женщины. И специалисты по социальной работе, которые у нас в наличии есть в штате, они ведут с этими женщинами работу по выходу из трудной жизни ситуации. Потому что причины могут быть совершенно разные, по которым женщины попадают в такую ситуацию. По сути, это обычная съемная четырехкомнатная квартира. Годовая аренда оплачена из городского бюджета. Все есть. Вот для детей стульчиков, здесь они кушают. Поделитесь там, мы посмотрим. По мне. Который непосредственно находится у мамы с детьми. Вот это одна спальня для одной семьи. Пока сейчас у нас находится тут три семьи. Ежедневно общими силами делают уборку. Есть график дежурств по кухне и комнатам. По очереди сидят с детьми. Трое первых жительниц социальной гостиницы уже подружились. Освоились и дочери Татьяны, Саши и Альбина. Они всегда под присмотром в квартире всего шестеро детей. Недостатка в общении и игрушках нет. А это собачка? Как собачка гавкает? Ап! Ап! Проект необходимо развивать дальше, убеждена Галина Сухих. Нуждающихся в помощи на порядок больше, чем мест в таких гостиницах. А на то, чтобы адаптироваться и найти работу, у женщин уходит около полугода. Мария Черешнева, Артем Тумарь. Новосибирские новости. На вопросы о вакцинопрофилактике против детских и взрослых инфекций расскажут завтра в общественной приемной мэра. Прямая телефонная линия пройдет с 12 до 13 часов. И последнее. В Толмачево задержали крылатую контрабанду. Житель Еревана пытался провести в Новосибирск 12 декоративных голубей. Птиц обнаружили при проверке багажа. У пассажира отсутствовали ветеринарные документы и разрешение Россельхознадзора. Чтобы избежать заражения опасными заболеваниями, пернатых решили отправить обратно в Армению к ближайшим авиарейсам. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О волнующих вас событиях сообщайте по телефону редакции. Его вы сейчас видите на экране. Также самая свежая информация на радио «Городская волна» на частоте 101,4 FM и на сайте новосибирских новостей. Я с вами прощаюсь. Картина нового дня в завтрашнем выпуске. До встречи.